Дизельное топливо из Румынии в виде помощи молдавским сельхозпроизводителям до сих пор так и не дошло. В Ассоциации Форца Фермиерлор говорят, что ситуация уже становится смехотворной и что эта эпопея длится почти год. В свою очередь в Агентстве материальных резервов утверждают, что дизельное топливо негде хранить. В заявлении, распространённом Ассоциации Форца Фермиерлор, говорится, что более 1500 молдавских аграриев, пострадавших от засухи 2022 года, написали заявление в Агентство по интервенции платежам в сельском хозяйстве на получение помощи на основании положения, утверждённого правительством. Но топливо так и не пришло. Многие сельхозпроизводители, обратившиеся в АИПА, находятся в тяжёлом финансовом положении. И это дизельное топливо – их последняя надежда. Они не могут планировать свою работу и просят хотя бы назвать точные сроки распределения дизельного топлива. В этой ситуации отсутствие реакции Министерства сельского хозяйства непонятно и вызывает недовольство фермеров, отмечается в заявлении. В Минсельхозе нашему телеканалу заявили, что изучение каждой поданной заявки и решения по распределению дизтоплива между заявителями уже завершены. И за дальнейшие действия уже отвечает Агентство материальных резервов. Уже Агентство материальных резервов занимается оформлением документов на импорт дизельного топлива, его доставкой, хранением и распределением среди фермеров. Дальнейшие процессы находятся в компетенции Агентства материальных резервов. В Агентстве материальных резервов, в свою очередь, надеются, что до конца этого месяца топливо прибудет в страну. По словам руководства учреждения, процедура затянулась из-за того, что дизельное топливо негде хранить. Агентство провело два открытых тендера 18 сентября и 4 октября на закупку услуг по приему, складированию и хранению дизельного топлива. Но оба тендера не состоялись из-за отсутствия участников. На этот момент не был определен экономический агент для складирования и хранения энергопродукта. Впоследствии рабочая группа по закупкам провела три процедуры прямых переговоров без предварительной публикации объявления об участии, которые также не увенчались успехом из-за отсутствия интереса со стороны экономических операторов. На данный момент мы ведем прямые переговоры с одним из экономических операторов и надеемся, что в течение января дизельное топливо будет в стране. В апреле прошлого года стало известно, что Румыния решила оказать помощь молдавским сельхозпроизводителям, бесплатно предоставив 4000 тонн дизельного топлива. Премьер-министр Дарин Ричан ранее заявлял, что топливо получит около 2500 фермеров в среднем по 40 литров на гектар. Напомним, в течение прошлого года аграрии протестовали у здания правительства, требуя решением комиссии по чрезвычайным ситуациям освободить их на год от начисления штрафов за просрочку платежей по кредитам. Они требовали ввести мораторий на начисление и взыскание штрафов, поскольку большинство из них находятся на грани банкротства из-за кризиса в последних лет и падения цен на зерновые. Однако их просьба была отклонена. Пресс-секретарь правительства Даниил Воды сказал, что власти помогают фермерам целенаправленно, а не только представителям одной ассоциации, в том числе путем выплаты субсидий в размере 1 миллиарда 900 миллионов леев, возмещение НДС и ей помогая получать сертификаты о форс-мажорных обстоятельствах.